Здравствуйте! Вот недавно Нобелевскую премию дали за открытие нейтринных осцилляций. Ну, сразу всю политическую часть изложу, а потом буду про науку говорить. Так вот, я немножко удивился этому, что дали премию не учтя наших российских ученых. И даже более того, мне даже прямо вот указали, вот он у нас работает в институте. Вот ему не дали, обидели. Да вы уж не приглашаете его к себе на передачу. Ну, что уж, рано-то теребить. Не стали мы это теребить. Не будем мы называть тому, кого обошли премией, а поговорим просто про сами нейтринные осцилляции. О чем идет речь? Давным-давно, теперь уже, это где-то было в 60-х, 70-х годах, выяснилась ужасная вещь. Оказывается, электронных нейтрино от Солнца приходит меньше, чем должно приходить. А их должно приходить много, потому что в Солнце, в недрах его, идет процесс термоядерного синтеза, в котором выделяется энергия, которая вот разогревает Солнце, а Солнце нам дает тепло, дает жизнь, возможность тут жить. Вот, значит, вся эта энергия по Солнцу движется в течение 30 тысяч лет, кстати говоря, так мне говорили. Вот, за 30 тысяч лет Солнце остынет, если в нем прекратятся эти вот реакции термоядерные. Так вот, в процессе термоядерных реакций выделяются электронные нейтрино. Их научились к тому времени регистрировать на Земле, но оказалось, что солнечных нейтрино меньше, чем должно быть. Ну вот, ну в упор, ну что делать? Нужно какое-то объяснение, почему солнечных нейтрино меньше. И вот тогда появилось такое объяснение, нейтриноосцилляция она называется. На самом деле нейтрино существует три различных вида. Электронная нейтрино, мионная нейтрино и таонная нейтрино. Вот, чтобы вы знали. Лептоны – это слабо взаимодействующие частицы. Нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом. Ну, очень слабо. Так вот, почему они вот осцелируют и что это такое? Значит, гипотеза эта говорила следующее. Что нейтрино по ходу своего движения от Солнца превращаются в другой тип нейтрино. В мионные нейтрино. В ту пору таонных еще не было открыто. Возможно это или нет? А легко. Легко. Я вам сейчас объясню как. Дело в том, что есть такое понятие. Дуализм свойств квантовых объектов. Дуализм – волна частицы. С одной стороны, вот фотон световой, который вот сейчас идет ко мне от осветительных приборов, от меня отразившись к видеокамере, он волна, электромагнитная волна. Да, это подтверждается. Электромагнитные волны интерферируют. Это могут только волны делать. Но вот когда частичка попадает в телекамеру, она потом ее фокусирует. А фокусировать могут только электромагнитных волн, могут фокусировать линзы. Они проецируют мое изображение на чувствительную поверхность фотоприемника. И на этой поверхности фотоприемника тут уже фотон проявляет себя как частица. Он бац, попадает в одно из ячеек этого фотоприемника. И регистрируется там. Вот, значит, освещенность. Такая или такая. Так вот, волновые свойства. Оказалось, что... Ну, нейтрино тоже описывается волновыми функциями, называется. И вот представьте себе. Идея эта принадлежит Бруно Максовичу Пантикорову, нашему советскому физику итальянского происхождения, сотруднику когда-то с великого Энрико Ферми. Он про него любил всегда рассказывать, про Энрико Ферми. Вот, Бруно Максович Пантикорово, на встречах с советскими студентами, в том числе со мной. Вот. Так вот, значит, он придумал следующее. Видите ли, в чем дело? Если у нейтрино есть очень маленькая масса, хоть какая, но маленькая, любая масса. И вот три вида нейтрино, у каждого своя масса. А на самом деле нейтрино – это вот суперпозиция волн. Так вот, если у вас эти три волны интерферируют, а они будут интерферировать, если у вас разные массы у этих частичек, они у вас то одна, то другая в резонансе, то вот нейтрин летит, эта волна, то она кажется электронным нейтрином, то мионным, то таонным нейтрином. Вот так вот. Так вот, экспериментаторы нашли, наконец, подтверждение этому факту в прямых экспериментах. Вот этим все закончилось. Ну, вы, наверное, ничего не поняли, да? И не должны понять. Если не поняли, все нормально. Мы тоже ничего не понимаем. Удачи вам, всех благ.